Первенство Омской области под дзюдо среди юниоров до 23 лет – важный этап подготовки к состязаниям Сибирского федерального округа. 21 января спортсмены выявляли чемпионов региона в восьми весовых категориях. Фактически в строю находятся все наши ведущие спортсмены. Мы надеемся, что кто-то из них пройдет отбор и будет принимать участие на первенстве России, которое состоится в феврале месяце в городе Смоленске. В числе ведущих спортсменов региона мастер спорта Георгий Боболев, курсант Омской академии МВД. В финальном поединке весовой категории до 66 килограммов Георгий встретился с сильным соперником – мастером спорта Михаилом Гвоздевым. Победить спортсмену в белом кимоно удалось за счет техники и упорных тренировок. Данные соревнования, они закаляют. Чем больше соревнуешься, выступаешь на соревнованиях, тем больше получаешь опыта. В дальнейшем это будет очень даже полезно. Потому что тренироваться и выступать – это совершенно разные вещи. Иногда то, что получается на тренировке, не получается на соревнованиях из-за волнения и переживаний. Принципиальными получились схватки во всех весовых категориях. Сергей Андар провел на турнире три встречи. Имея за плечами опыт выступлений в вольной борьбе, спортсмен готовил соперникам-дзудаистам фирменный прием. Финальная встреча была с соперником. Серьезно, принципиально, можно сказать. В принципе, все. За счет зацепа изнутри, получается, я выиграл с одним действием и удержал это преимущество. В свои 17 Вадим Иванов – кандидат в мастера спорта. Борец регулярно участвует в соревнованиях и заметно прогрессирует. Вот и успех на первенстве области только закаляет и вдохновляет на новые победы. Залог моей победы – это мои тренировки. Мой арсенал повышается благодаря тренировкам. Особый акцент на бросок через бедро я делаю. Первенство Сибирского федерального округа подзюдо среди юниоров до 23 лет пройдет со 2 по 4 февраля в Ачинске. Сборники Омской области будут бороться за путевки на первенство России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова